В эфире программа «Актуальное интервью» в студии Ольга Руслова. Здравствуйте! Нарьенмар, Красный город, до 10 марта отмечает день рождения по историческим меркам сравнительно молодой. В этом году административному центру Ненецкого автономного округа исполнилось всего 87 лет. А это значит, что становление Нарьенмара, крупные события, происходили и происходят на глазах горожан, а не душа города. О Нарьенмаре, его жителях и событиях поговорим с почетным гражданином города Галиной Олейник. Здравствуйте, Галина Федоровна! Добрый вечер! Галине Федоровне присвоено накануне праздника звание почетного гражданина Нарьенмара. Наша героиня – почетный общественный деятель Ненецкого округа, много лет трудящаяся на благо города, воспитавшая не одно поколение нарьенмарцев. Галина Федоровна, расскажите, пожалуйста, как произошло ваше знакомство с Нарьенмаром? Ну, во-первых, я родилась в Нарьенмаре в роддоме. Это было мое первое знакомство с Нарьенмаром. Выросла я, конечно, в деревне. В какой деревне? В деревне Никитца, которой теперь уже на карте нет. А потом, значит, я один год проучилась. Знакомство было в первой школе, один год проучилась после седьмого класса. И вернулась в Нарьенмар уже в 58-м году. Отработала на почте почтальоном целый год. То есть я по нашему любимому Нарьенмару я ходила пешком, носила почту. Какой район? В каком районе вы работали? Нарьенмар был район морского порта. То есть улица Хатанзейского 6, улица Набережная, улица Хатанзейского. Поворачивается на Пырерка. И вот этот участок был моим. Когда я пришла, причем на почту, у меня устроила сестра после окончания десятилетки. Работать, рабочих мест тоже нигде не было. Она работала в связи, поэтому я стала работать на почте. Город, я, конечно, очень хорошо помню эти двухэтажные деревянные дома. Почта, которая раньше была на Хатанзейского 6, в однажды в деревянном здании. А где это вот? Это Хатанзейского 6, это теперь ГПТУ стоит на этой улице. Вот. И там Россия, по-моему, там Россия, один телекомпания. Вот эта улица. И напротив был театр Арктика, дом культуры двухэтажного здания Хатанзейского 7. Тогда еще в сквере, тогда еще было, Ленин стоял, и все было как нашим любимым Нариномарем. Мы свой деревянный город очень любили. Он у нас был такой теплый. Люди в нем были отзывчивые, простые, добрые. Ведь к 6 утра мне нужно было выходить с почты, доставкой. Обязательно нужно было доставить Нарина в Индор до 8 утра, в каждую квартиру зайти и каждому Наринку вручить, чтобы они до работы успели почитать рабочие. А рабочий день начинался с 8, а нас с 6 утра. И к 11 часам я уже возвращалась за второй доставкой. Была вторая доставка. Потом я уехала в деревню обратно. И в 61-м году я уже приехала в Наринмар работать воспитателем в детский сад морского порта номер 5. Мой трудовой день начался 7 февраля 61-го года. В детском саду на берегу стояло здание. Там открыли две группы, и вот туда я пришла работать воспитателем. Садиков тоже уже сейчас этого нет? Нету этого здания. Где вот эта смотровая площадка, да? Правильно? Да, да, да. Там не смотровая площадка. Там и начинался первый рабочий день. И так, в последний день я живу на Наринмаре, не уезжая. А расскажите, вот были у вас кто-то, много же детей, наверное, через вас проходило. Были какие-то известные люди в Ненинском округе, кто был вашим воспитанником за эти годы? Сколько лет вы, получается, отработали в детском саду? Я в детском саду отработала 26,5 лет. Ну, я в администрации, если работает, Сережа Андреянов был у меня в группе. Я так даже не вспомнил. Олега я принимала белока в группе. Я тогда заменяла заведующих. Его устраивали из известных. Но вообще много людей вы в городе встречаете, кто к вам приходил в садик воспитанниками? Портовских много, потому что детский сад был морского порта. И портовских много встречают. Городских нас было очень мало. И принимали на свободу. И очень мало принимали, потому что у нас всегда был переполнен детский сад. У нас очень хороший детский сад был. Руководство морского порта любило свой детский сад. И всегда помогали. Мы же вывозили детей в Подмосковье. На три месяца мы возили детей отсюда. Портовики работали, мы летом возили детей на дачу. Начиная с трех лет и первоклассников брали. А сколько детей в садике воспитывалось? У нас было шесть групп, так человек 150, наверное, было так, 100-150. Смотря сколько групп, в зависимости от группы же. А воспитателя сколько было? Большой коллектив был в садике? Коллектив был большой. Ну как большой? На каждой группе по два воспитателя. Музыкальный руководитель, помощники воспитателя, нянечки, повара, завхоз. Немножко штаты по-разному, по-другому назывались. Это сейчас специалисты в детских садах. Раньше у нас были... Все воспитатель вел. И физкультуру, и рисование. Все на свете. Это потом уже вели воспитателями, когда я в Горно работала. Тогда вели специалистов в детские сады. А до этого воспитатель вообще все умел делать. Вот на ваших глазах Наринмар рос, растет. Какие позитивные изменения в городе вы наблюдаете? Что вам особенно нравится, что, может быть, не очень нравится? Ну, в общем, мы даже с детьми. К каждому строительственному дому мы всегда ходили на экскурсию. И всегда показывали, что наш город строится. Пусть у нас и деревянные дома строились, но мы обязательно смотрели строительство домов на Наринмаре. Потом ребята очень любили, когда появились первые огоньки на Смедовиче, красивые отнеоновые огоньки. Они даже сами вечером после полдника, идемте гулять на Смедовиче, пойдемте на красивую улицу огоньки смотреть. И мы выходили после полдника, именно любовались красотой улицы Смедовича, вот этим зимним убранством. И смотрели, как снежинки играют, сверкают при свете этих огоньков. Ребята очень с интересом всегда наблюдали. А вот сейчас какие, вот для вас сейчас какие изменения, как вы считаете, что действительно греет душу? Изменился облик Наринмара, конечно, изменился. Стал современный. Появились такие современные дома, улицы красивые, красивые детские площадки, да целые микрорайоны изменились. Комфортнее стало людям жить в Наринмаре. Но, тем не менее, свой деревянный Наринмар мы больше все равно любим. Почему? Потому что было там теплее. Там же были помойки, вот если бы были, канализации не было. Теперь нам, пенсионерам, как раз бы хорошо трава рубить, физкультурой заниматься и печки топить. Люди были другие. А в чем было? Вот в чем были люди другие? Как это проявлялось? Подзывчивее, проще, добрее, внимательнее. Все равно добрее были люди. То есть вот нынешним Наринмарцем доброты не хватает, да, вы считаете? Ну теперь изменились условия жизни, изменилось время. Поэтому и люди изменились. Совершенно другое время. А есть у вас какие-то места на Наринмаре, которые вы любите больше всего, и почему, с чем это связано? Ну, самое любимое место, вот, которое... Самое любимое место, наверное, смортовая площадка морского порта. Вот там начинался мой трудовой путь. Там это все прямо вместе соприкосалось и с моей работой, и с почерленным, когда я работала, и потом воспитателем в детском саду. Это все началось оттуда. И рядом речка и порт. И, в общем, это все очень дорого и очень-очень родное. А какое время года в Наринмаре вы любите больше всего? Зиму. Почему? Город чистый, красивый, снежный, белый. Особенно, когда деревья винии. Очень люблю зиму в Наринмаре. Лучше всех. В самом городе лучше всех эта зима. А какие события в Наринмаре для вас самые важные, самые главные происходили? Ваши личные события и события такие, ну, городского, общегородского масштаба, так скажем. Трудный вопрос. Ну, с мужем вы здесь познакомились или нет? А, личной жизни. Здесь. На Наринмаре? На Наринмаре. А крупные такие события, может быть, не личные? Какие запомнились вам из жизни городской? Какие-то праздники, мероприятия? У нас всегда проходили торжественные вечера в морском порту. Каждому празднику мы с детьми проводили праздник для работников морпорта. Вот эти события. Мы готовились к ним. Вот эти важные события. Самые, пожалуй, важные события в жизни. У нас свой микрорайон был. Мы делали все везде сами. И, в общем-то, это было, наверное, самое важное событие. Мы любили свою работу, любили свой морской порт, любили детей. А как эти праздники проходили? Что вы делали? Песни пели? У нас был большой красный уголок в морском порту. Мы готовили праздники. Праздники были вечера, типа, от души. Проводили с Днем Победы праздники. Выступали дети, выступали концерты. Так что готовили к празднику. Поздравляли работников порта. А сколько человек на эти праздники приходили, насколько они были массовыми? Ну, праздники были массовыми. Работники порта любили свои детей. Всегда были залы полные. Потому что проходили вечера отдыха. У нас же были и танцы там после этого, для взрослых. Праздники. Всегда было очень много людей. А этот красный уголок, он большой был? Большой был, да. Это в том здании, где портовая 11, где была раньше контора порта, внизу на первом этаже. А до этого у нас был клуб морского порта еще. Пока Арктика туда не переехала. У нас там были танцы, там были вечера. Но туда мы с детьми... Я еще не работала, когда там они были, вечера проходили. А в красный уголок мы уже с детьми ходили. На каждый праздник. Поздравляли. Ну, наверное, самое большое событие у меня для... Для меня было, наверное, вручение медали ветеран труда. Ее почему-то мне вручили очень рано. В начале порта мне было всего 41 год, наверное. А мне уже эту медаль он вручал. И мне было так стыдно, что я вроде еще и не старая, и уже такую медаль мне вручали. Почему? Почему? Ну, вот было чего-то, не знаю, рядом. Такие люди уже серьезное получали. А тут я вручила мне медаль. Галина Федоровна, вы ведете очень активную, несмотря на то, что вы на пенсии, вы ведете очень активную деятельность общественную. Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь и что за деятельность? Теперь-то я уже почти ничем не занимаюсь. Ну, в данный, наверное, момент у меня проект «Теплый дом» все-таки. Я его хоть как-то где-то немножко, хоть и пандемия, хоть нельзя, но где-то я... То договоримся оттуда гостиницу отправить, то кого-нибудь найду, кто съездит праздником, поздравит и попоет. А что это за проект? А проект этот «Теплый дом». Ну, я еще когда была в Президиуме Совета Ветеранов, а я там работала с 94-го года по 2016-й, мы решили взять шерсту над Домом престарелых. Ну, а потом я, когда вошла из состава Президиума, мы уже оформили проект, но уже через Союз Женщин. То есть мы организовывали встречи, выставки организовывали на территории Дома престарелых. Выставку организовывали, это была интересная выставка была по знакомству с творчеством Ильичу Прова, нашего местного художника, которого нет теперь уже в живых. Потом выставку их, работу организовывали на базе клуба «Светелка». Они очень любят выезжать с территории. Мы выезжали в Арктику на концерт, для них специально был хора «Надежда», ветеранского хора. Они посидели там в кафе. Ну, как, в общем, старались, делали все для того, чтобы им, они чувствовали, что они не оторваны от мира, что они нужны людям, что о них заботятся люди. Ну, и теперь, когда началась пандемия, она, может, уже так не приходится, хотя на улице все успели провести праздник. И теперь думаю, что вот все наладится, и обязательно то ли встречу весны, то ли проводы зимы, что-нибудь организуем. В турцентр они очень любят выезжать. Выезжали мы на автобусах туда, отдыхали там. Так что... То есть, получается, каждый праздник как-то отмечался с ними вместе? Да, да. День и менение некое проводили, когда можно было к ним туда ездить. Галина Федоровна, вот накануне 87-го дня рождения Нарьинмара вам присвоено почетное звание почетный гражданин города Нарьинмара. Расскажите, как это произошло, как вы об этом узнали, какие чувства, как это было? Ну, узнала я. Нарьинмара невозможно не узнать, когда стали документы собирать. Поэтому позвонили и сказали. Настойчивая очень женщина у меня. Задавали мне один и тот же вопрос, почему я его не имею. Я потому что его я не имела, и не знаю, почему я не имела. Вот взялись за дело Валентина Александровна Гвоздева, Валентина Игна Конюкова, женщины из Союза женщин Нениско-автономного округа. Потом Татьяна Яковлевна Хаймина с ветеранской организацией. Очень упорно и настойчиво стали просить, чтобы я сказала, где можно взять на меня характеристики. Вот с этого, наверное, началось. Поддержал их Ольга Валентиновна, потом поддержал Вячеслав Кузьмич, теперь Дюйдем окружного совета. Ну, я знаю, что взяли, дали характеристики в дом престарелых. Спасибо Ольге Овощеву и Виктору Синявину. Они написали хорошие слова. Потом антикультурный центр. Евгения Николаевна Растягаева и земляки мои Никитцинские тоже поддержали. Но Винсовет ветеранов и Абдулта, остальное я не знаю. Ну, как вот вы себя ощущаете почетным гражданином? Да никакая. Честное слово, никак не знаю. Какой-то накладывает отпечаток, что вы почетный гражданин? Ну, наверное, благодарность какая-то за то, что вот заметили мой труд, дали оценку моего труда. Вот, наверное, скорее всего, это. А так особых чувств. Ну, не почувствовала, я еще не знаю. Галина Федоровна, если вот вернуться к имениннику, к нашему городу, давайте понастаргируем, повспоминаем немножечко, пройдемся по улицам. Вот про морской порт вы рассказали. А каким был центр города? Что там располагалось? Как он выглядел? Универмаг полярный, деревянный, был одноэтажный. На улице Уючейского он стоял. Уючейская полярная. Наш детский сад стоял на полярной. Детский сад номер 5. Очень красивый, маленький, уютный. Детский сад до сих пор жаль. Там Семицветик теперь территорию занял. Его без слез не вспоминается. Вот этот центр, наверное, нас... Потом... Устан Медовича у нас, которую мы ребятами ее любили, я сама ее очень люблю. До сих пор ее люблю, деревянная когда была. Прямо жаль, печально, что ее не сохранили. Вот в том первозданном виде, в каком она была. Такие красивые, интересные дома стояли. Что-то старый Сбербанк, но он еще стоит. Это Смедовича, с тем, которая с двумя подъездами была с той стороны. Ну, прележие дома были. Вот. Педучилище, так она в том виде осталась. Первая школа, которая... Она тоже в том же... Старая вот так, которая сейчас коррекционная, там располагалась, да? Да, это первая школа, да. Там еще было одноэтажное здание. Там очень хорошие были огороды у нас. Очень хорошие были. Огороды? Да, там много очень... Вот помнишь, там очень много было различных, по-моему, посадок. Это вот это около... Около школы вот этой первой. Школы во дворе тут. А что выращивали? Что там выращивали? Один год только всего, поэтому... В первой школе даже ведь интернет был напротив, где культпосвет училища стояла. А потом в этом доме у нас еще даже общежитие вот там давали места приезжим. Но мне не дали, потому что... Ну, потому что десятиклассникам только давали. Там общежитие было. Мы даже дежурить ходили туда, готовить по выходным. Вот я один год училась, но ходили готовить. В воскресенье был повар у выходной. Заветехникум деревянный рядом с милицией. Он так и стоит он был. Раньше он стоял на Вучейского. Заветехникум? Да. Он там в центре находился? Он там новый построился, а тут был заветехникум. Рядом с милицией, здание двухэтажное. А, это то, что продолжение милиции, вот эта синяя, это был заветехникум? Да, заветехникум был. Так что... Вот этот центр. А там около почты, вот даже я помню, что там были землянки. Около почты? В центре, вот где Калюш, вот там вот были землянки. Да. Там же первые, это поселенцы в землянках жили. Но я-то уже землянок не застала. Я приехала в 61-м году, там уже были домики стояли. Я в 79-м приехала, но помню все, только с 80-го, я помню, что там были землянки. Так что, мы же все больше в той стороне, были в центре, в центре. Так что, ну а я первую комнату получила вообще в бараке. И радости было, вы знаете, как прыгала до потолка, что мне комнату дали в бараке. Мы жили 9 квадратных метров в деревне на Вышкидок. А где находился барак и что из себя представлялось? Барак находился сейчас на этом... Вот ПРРК-7, высокий дом. Так вот, со стороны туда, за ним, в той стороне был барак. Там стоит сейчас маленькое здание, выкуплено, по-моему, там была художественная мастерская Жени Одегова. Так вот, напротив него там стояли бараки. И на Первомайской улице, в Первомайской, 4 был барак небольшой, Полярная, 16 был барак, Хатанзейского, 22 бараки были. Мы жили в бараке. Что из себя представлял барак? Длинный, длинный дом. Одноэтажный длинный дом. По 24 квартиры, по 23 было. Комната в этом бараке и длинный, длинный коридор. Какие-то удобства там были? Общий туалет, прямого падения в конце, с той и с другой стороны, по 12 было распределено квартир. И все, вода, трава сами. Это было ваше, вы получили ее как специалист? Да, я получила как воспитатель в детском саду, в комнату в том бараке. А вы учились на воспитателя в Наринмаре? Да, я заводчину училась в Архангельске. И все заводчину. Расскажите, вот первые каменные здания, когда стали появляться в Наринмаре, и что вот на вашей памяти выросло, когда начал расти Наринмар такой уже более современный? Наринмар начал расти, когда СМУН, СМУН, наша строительная организация, стали строить очень много. Вот кирпичные дома первые у них выросли. Они же начали первые кирпичные дома строить в Качгарте за мостом. Потом у них вот там, на их территории появились, где улица Молодежная, как она теперь называется, я уже не знаю, Новых улиц. Вот там дома трехотажные появились, кирпичные. Нам казалось, что это очень далеко, и это как-то так. А там пустыри же были, да? Я помню, с кем ты разговаривала, что там ивняк рос такой, что там не пройти было. Да, да, да. Ну вот в Кармановке деревянные дома стояли, там опаха была. Все, а потом тут начали стройки, появились дома, панельный дом появился. Меньше 13, мы тоже бегали на него смотреть, какой красивый. Любовались постройками? Да, город строился. А какие праздники городские проводились, какие мероприятия в городе проходили? Да, и где? Вот где-то митинги проходили вот в районе морского порта же, там бывают фотографии такие, мелькают в интернете. Так, мы на площади, всегда на площади проходили колоннами. Значит, митинги были 1 мая посвящены, митинги были, в день Октябрьской революции были митинги, были праздники, мы шли колоннами с флагами, украшенными, с песнями, с баянами. Вообще, очень интересно и торжественно проходили праздники. Мне кажется, это так нужно было, и так вовремя было. И мы радовались и праздниками, и встречи с людьми в этих колоннах. В общем-то, торжественно очень было. А вы шли в колонне морского порта? Да, да. Сколько народу приходило? Весь морской порт? У нас большая колонна была, и вообще, вообще очень много людей в колонну приходило, очень много. Мы собирались в каждое свое предприятие, а потом шли на площадь. Так что... И, наверное, потому и казалось, что люди-то простые, добрые были, мы много общались. Мы на каждый праздник собирались на торжественные мероприятия. Во-первых, были всегда торжественные мероприятия. Во-вторых, были митинги, поставили те самые на площади праздники. И казалось, мы очень дружно и весело хорошо жили. А вот если пройтись вот по этим улицам, грязно же было все-таки вот эти деревянные. Почему? Мне всегда удивляет такая ностальгия. Ну и Смедовича была не пешеходная. Деревянные дома, деревянный тротуар. Ну, все равно это было родное, близкое наше. Родное. Но вы уже, когда приехали в Наринмар, автобусы уже ездили, да? Уже транспорт какой-то был? На автобусы начали ходить, да. Такие маленькие пазики ходили. А вообще, насколько много транспорта было на улицах? Какой транспорт был? Ну, транспорта немного было, были, наверное, грузовые машины, да, автобусы небольшие. Лично транспорта почти не было ни у кого. А то теперь пешком не ходят. Если я с деревни ходила по 20 километров пешком в Наринмар, и это даже было нормально. Никто никогда нас и не возил. В субботу, мы же в субботу работали. Закончим работу и на танцы в город. В понедельник в утром в 6 утра и пешком на работу в деревню. А как же погода там? Метель, мороз? Ничего не мешало, ничего не держало. А расскажите, как в магазинах, что в магазинах было на полках в те времена в Наринмаре, что можно было купить? В Наринмаре на полках в 60-х годах на Наринмаре было продукты все. Просто у нас был день. Мы же получали очень немного. У нас же климатические нам стали платить позже намного, чем только получали климатические, кто работал по договорам. А у нас были быкновенные ставки. Вот я начинала за ставки 57-50 в детском саду. Поэтому там деликатесов было много в магазине. Только мы на них глядели. Но купить было можно все. С одежды, конечно, мы... Я потом уже даже имея детей, семью, я в кредит только одевала. И ребят, и сама одевалась, потому что одеть семью на нашу зарплату. Мы жили скромно. Мы наряжались. К каждому празднику мы чего-то готовили. И у нас каждый утренник мы все равно новое платье для себя сделаем. Галина Федоровна, а что бы вы Наринмару пожелали в день рождения? Что было в городе обязательно? Что было, хотелось, чтобы видеть на улицах? Ну, конечно, городу надо пожелать процветания. Но я очень хочу жителям пожелать благополучия, здоровья, комфорта. И обязательно достойной работы с хорошей зарплатой. Обязательно. Особенно молодежи. С образованием достойную работу и достойную зарплату. А пенсионерам чего не хватает для того, чтобы комфортно жить, для того, чтобы чувствовать себя полноценным гражданином общества Наринмаре? Ну, не все пенсионеры получают хорошую пенсию. Есть пенсионеры, у которых очень маленькие пенсии. Конечно, хорошую достойную пенсию. И здравоохранение на уровень... Особенно онкология процветает у нас в округе. Очень бы хотелось... Очень грамотных специалистов, что ли. А в плане досуговых каких-то мероприятий, каких-то учреждений, вот чего бы вам хотелось? Праздников, может быть, каких-то, каких-то для души чего-то? Или всего достаточно? Да нет, недостаточно для души. Но я уже возрастная, поэтому мне очень сложно судить, чего бы еще люди захотели. Нет, ну вот вы же состоите в организации пенсионеров, в союзе пенсионеров. Вот что вам не хватает, чтобы... Общения не хватает негде. Пенсионерам негде собираться, чтобы пообщаться вместе. У нас для этого нет возможности, нет жилых помещений. Нет помещений для этого. У нас как нет для детей никакого творческого дома. Ну, теперь охватник, квантариум появился. А у нас пенсионеров негде, нет собраться. У нас ветеранские организации собираются, то на дому у кого-нибудь, то куда-нибудь сходить, выехать на природу. Ладно, а вообще вот такое помещение нужно. Чтобы почувствовать себя полноценными, чтобы можно было поностальгировать, да, чай попить. И пообщаться, и где-то рукоделием заняться, прийти. Вот такая возможность была собраться по интересам. Так что... А сколько у вас в Союзе пенсионеров, сколько состоит людей? Много? У нас ветеранская организация. У нас... Для того, честно, не нужно, наверное, тысячи семь. Но ветеранских организаций, по-моему, пятьдесят с лишним. Так что... Будем надеяться, да, что вот к дню рождения такое желание загаданное сбудется, что появится помещение для вас. Вообще, мое-то личное желание. Я очень хочу, чтобы в городе появилась стена памяти. Я уже неоднократно об этом говорила. Стена памяти погибших во время Великой Отечественной войны. А где бы вы хотели, чтобы она была и что из себя представляла? Ну, она, наверное, в том же... Вот комплекс, который у нас есть, вот тут где-то на той же территории, должна где-то тут быть, в этом районе. Обязательно. Потому что я уже из своего опыта знаю, что я... Если наглядно видит ребёнок фамилию, он найдёт своего деда, он будет точно знать и про войну, он будет точно знать, что это надо помнить. А вот так... Мимо уха прошло где-то, и всё. Прошёл праздник, ага, тут поговорили. А так, куда бы ни пошёл, где бы ни увидел, обязательно остановится. Обязательно. Поэтому я очень хочу, чтобы она появилась. Будем надеяться, что желания, которые загаданы в день рождения, сбудутся. Спасибо вам большое, что пришли к нам. Поздравляю вас ещё раз с заслуженным званием. Спасибо. Спасибо. Я напоминаю, мы говорили о городе и горожанах в день рождения Наринмара с почётным гражданином Галиной Олейник. До свидания, до встречи в эфире. До встречи в эфире.